Встреча с 8 клубами С другой стороны много вопросов было по организации, попытались на них ответить и какая сейчас обстановка с уставом и со всеми другими официальными документами и ситуация, что все связано с организацией нашей, с нашим уставом в первую очередь, уже определились, уже есть четкое название устав юридических лиц, крымская футбольная организация со специальным статусом. Так что название у нас уже есть, документы сданы в Минюст, мы ждем только регистрацию. Я думаю, что вот это было самое главное. Ну и обсуждали, скажем, комитеты, которые будут в дальнейшем, скажем, оперировать. И этот турнир, который у нас, чемпионат предстоит, самое главное, то есть те комитеты, которые будут в организации участвовать. Обсуждали пока регламент, потому что было заявлено еще девятая и десятая команда, во-первых, чуть-чуть была отложена, заминка с этим связана. И второе, все-таки регламент нужно составлять после того, потому что много ссылок будет на, даже в первую очередь, на название организации, которое только в пятницу было донесено до нас и согласовано со всеми структурами. Вот это в первую очередь, да, то есть, а регламент, я думаю, что он появится для именно всего обозрения только после регистрации устава. Абрелиатура уже четко установлена на английском, то есть, еще раз, да, давайте, для всех, как мы, устав, юридических лиц, кавычки открыли, крымская футбольная организация, кавычки закрыли, со специальным статусом. Везде будет КФО, то есть, это короткое название, которое мы всегда говорим, крымская футбольная организация, то есть, во всех, скажем, коротенькое название будет, будем мы звучать так. Если что-то не поправит в Минюст, ну, я думаю, что уже там точно не будут править. На встрече в понедельник, наверное, было во всех СМИ, встречался Виталий Леонтьевич Мутко и Сергей Валерьевич Аксенов. На встрече обсуждались не только футбольные, а и спортивные вопросы развития Крымского федерального округа. И там была просьба, или, скажем, ну, наверное, все-таки просьба, могли бы участвовать девятая команда, не датироваться из бюджета, который будет предоставлен Министерством спорта. На что был положительный ответ, то есть, да, пожалуйста, восемь команд – это то минимум, которое просил и УЕФА, и Минспорт, чтобы сохранялся, в первую очередь, спортивный принцип, ну, чтобы было интересно играть, и как-то мы развивались. А все, что больше, за свой счет, пожалуйста, но немаловажно, чтобы каждый клуб соответствовал всем условиям, то бишь стадион, инфраструктура, дети, и там очень много, да, пунктов, которые это. То есть, также вот десятая команда изъявила желание гвардеец, которого вы будете сегодня лицезреть, с хорошими футбольными традициями, но, к сожалению, не имеющая свою футбольную инфраструктуру. В понедельник в пять вечера была видеоконференция, мы утрясли последних семь вопросов по уставу, и, в принципе, в среду уже отдали на перевод, и в пятницу получили от них утром назад, и отдали. В основном, больше вопросы касаются, в основном, устава. Второе, будет определен человек, который будет курировать нас от УЕФА, и тогда уже будут много-много вопросов, касающие вот именно четких. Вот такой у нас вопрос, статус, ребенок и тому подобное, потому что вопросов очень много. Пока, к сожалению, мы не зарегистрируемся, ну, говорить не о чем. Мы говорили, два года УЕФА дало присмотреться, мы к ним, они к вам. Два года не обсуждается, подтягивается инфраструктура и все, что связано с футболом в общем. Так что два года мы не рассматриваем. Вы говорили про детей, будет ли в Нью-Йоркская лига какая-то, то есть те же восемь команд, но там, Юнгер-19. Да, вопрос открытый по дублю и по Ю-16 и Ю-18. Мы забивали эти два возраста. Что открыто? Идет, ну, ни для кого не секрет, два самых главных основополагающих для нашей страны в нынешней экономической ситуации. Это импортозаменяющие и урезание бюджета по всем. Да, то есть также это стоит и Минспорта, Виталий Леонтьевич четко сказал, было поручение от премьер-министра, сократили расходы на весь спорт на 10% в начале, да, то есть календарного года. И на 15 было поручение еще, потому что очень сложно из бюджета, но мы видим, что экономически очень непростая ситуация. И также будут изыскиваться средства на дубль и на Ю-16, Ю-18. Окончательное решение нет, но вот все-таки пока рассматривается, чтобы запустить профессиональную лигу в первоочередном приближении. Дубль сложно, но будут изыскивать. Буквально, может, еще неделька и будут четко мы понимать, будет дубль, не будет. Или все-таки каждый клуб будет изыскивать какие-то средства, чтобы все-таки такое, вот мы сегодня это тоже обсуждали, худший вариант, если дубль все-таки не будет, то где-то как-то изыскивать средства, чтобы их оставить, потому что это немаловажно для каждого клуба, чтобы наши дети, и вот Сергей Александрович скажет, что на сегодняшний день это очень-очень важно, чтобы дети не остались после заканчения школы спортивной без практики. И мы видим, какая сейчас ситуация с российским футболом, да, то есть нету своих игроков, которые, ну, просто не перерастают больших футболистов. Вот это одна из основополагающих, и мы тоже будем над ней работать, ну, пытаться, по крайней мере, донести, чтобы все-таки дубль оставили. В лоб задали вопрос в Ньоне, может ли футболист с российским паспортом, крымчанин, участвовать в сборной России? ФИФА ответила, может. То есть вот такой был ответ. Ну, ФИФА отвечает за трансферные сертификаты, то есть, значит, соответственно, и у ЕФА может, потому что все трансферные сертификаты находятся в ФИФА, это международная организация. Пока что в связи с тем, что вот сказал Юрий, у нас нет конкретного понимания, какие средства будут выделены на все эти мероприятия. Вот это единственная проблема, о которой мы много сегодня говорили, но пока она остается. Все остальное, у нас никаких нет оснований говорить, что там мы что-то не доработали или что-то не так. Так, все остальное приемлемо. А вот это одна из главных, пока нам неизвестно. Так что это и добль, это и все остальное. Все деньги будут стоять, конечно, все равно, к сожалению, в первую очередь за финансами. А так, все остальные вопросы, думаю, будут решены, и мы выйдем на нормальный уровень проведения соревнований. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!